Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дерт и мы возвращаемся в игру за Айл. Сегодня посмотрим тех животных, ну не сразу конечно, по сериям отдельно буду ходить, но в общем я начинаю смотреть животных, которых мы в прошлый раз не успели, когда закрыли песочницу. То есть возможность выбора скина и самого динозавра. То есть режим выживания это вы начинаете с самого слабого, да, и находите у травоядных папоротники, у хищников просто время, то есть нужно прожить какое-то время, чтобы накопить очки и взять более сильного динозавра. Это все долго, муторно и неудобно вам показывать, хищников конечно можно было бы, но у меня что-то там со временем не получилось. Вот, а тут сейчас есть возможность посмотреть там звуки какие издают, какие окрасы присутствуют, все такое в этом духе. Предвещаю вопрос по поводу того, почему, куда пропал Jurassic World's Game, программа полетела, да. Ну, самые умные люди посоветовали конечно зайти в панель управления, программу компонента и удалить игру, но за эти вот-то видимо меня держали, типа самые умные, вот. В общем я не знаю, я там все деликатненько так удалил эту игру, программу с компьютера, потому что он завис, там вообще отказывался включаться. И новую программу удалить не дают, пишут, типа она уже установлена на вашем компьютере. В общем, полный бред, если что-то у меня получится. Я обязательно продолжу, потому что мне там саму тоже интересно. Так, 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 и где же у нас спинозавр? Да, вот он. Ну, я в группе ввел, кого вы хотите увидеть первым, люди поголосовали за спинозавра. Так, я хочу посмотреть, сколько у него скинов на сегодня у нас будет. Пять, да? Ну, отлично. Ну что ж, начнем. Сейчас прогрузится у нас локация. А это что, типа прогрузилось? Нет, вот, давай, траву добавляй. Вот, отлично. Далековато я улетел, конечно, от него надо бы камеру-то приблизить. Теперь мне чем нравится эта игра, ну, вот, возможность. Теперь, вот, смотрите, можно при помощи камеры полностью рассматривать динозавра. В прошлый раз у меня такого, конечно, не получалось, там, с ракурсом камеры было не очень, да? А теперь, вот, посмотрите, у нас спинозавр какой. Так, ну что ты можешь, да? Стандартный укус, а удара лапой у тебя нету, потому что у тебя лапы здоровые. Могли бы и сделать что-нибудь. Я вот хотел бы до воды дойти. Ха, бегаешь-то, конечно, смешно. Он почти к земле пригибается и бежит. Извивается, но это все было довольно логично. Так, а в воду можно зайти? А что так мелко-то? Я бы хотел бы смотреть, как он плавает. А он не плавает. А он тупо не плавает, он ходит по дну. Идеально. Идеально. Он ходит тупо по дну, представляете? Не, ну, в принципе, движение у него очень классно сделано, я не спорю. Так, ладно. Это мы присели, да? И на карачках сейчас будем ходить. Забавно. Так, ну, давай теперь посмотрим звуки. Ничего себе. Ну, ничего себе. Челюсти мне особенно у него нравятся, только мне кажется, голова коротковата. Чего это головой-то кивать стал? То есть, четыре всего возгласа, да? Да. Ну, в принципе, довольно неплохо. Вот они тут спинозавра у нас продумали. Довольно неплохой экземпляр. Ну, вот так раз, ну, вот вы сами видите, что-то про него прям дико такое говорить нечего. Окраска как раз, в принципе, нет. Ну, вот они тут все добротные. То есть, нету такого, что смотришь, как в модах Jurassic Park Operation Genesis, смотришь и такой, о, боже мой, что это? Нет, здесь всё более-менее нормально. Так, ну, вот такой у нас спинозаврик. Следующий его скин. То есть, он такой весь, смотрите, пятнистый, полосатый такой весь. Ну, в принципе, так-то, если подумать, если вот зайти там вот в эту в чащу леса и присесть, допустим, он, возможно, будет незаметен. Мне кажется, сложно не заметить такое создание, блин. Я не знаю, как по размерам в этой игре, но так-то спинозавр 17 метров, и я думаю, сложно бы его не заметить. Тем более, учитывая звуки его шагов, но хотя, если присесть, возможно, и останешься скрытным. Ну, по сути, спинозавр не создан для того, чтобы там догонять добычу, ему было бы гораздо удобнее лечь воде и ждать, пока кто не придет попить и выскочить и убить. Вот это вот, и это еще я согласен. То есть, он еще сможет поймать там какого-нибудь Галлимимуса или еще кого-нибудь. То есть, голова направлена туда, куда и камера, да? Поэтому, когда я смотрю на него сверху, он в эту землю утыкает от головы. Не круто. Не круто. В целом, красиво выглядит. Так, ладно, переходим к следующему скину. Следующий окрас у нас леопардовый, такой вот. Так, давай приближай. То есть, как видите, вот тут пятнистый такой у нас. Примерно пятна одинаковой такой формы, размеров. Ну, вдоль паруса у нас сверху линия белая такая есть. Сам он такой спереди желтый, на кончике, ближе к концу хвоста уже серый такой, с черным там. Ну, разношерстный такой. Ух, нифига. Вот с этим мы даже глаза обвели белым, чтобы не это, типа, видно их было сразу. Не, ну, в целом, неплохо-неплохо. Добротно такое смотрится. У тебя бы на солнечную сторону вывезти его вот так вот, да. Чтобы люди-то посмотрели. Ну, сгибается еще, да, реально, как крокодил. Это вот продумали. Поскорее бы сюда людей добавили. Поскорее, эти всяких каннибалов, чтобы была возможность просто бегать именно человеком. А кто-нибудь за динозавров играет, и ты просто на них смотришь, чтобы просто размеры человека и динозавров. Мне бы это было очень классно, я бы с радостью побегал. Так, ну вот это был четвертый скин. О, четвертый, говорит, третий. Осталось еще два. Сейчас быстренько их посмотрим. Четвертый скин спинозавра. Ну, более-менее как-то мне напоминает окрас спинозавра. Есть Jurassic World The Game на 30-м уровне. На 40-м, мне кажется, он там поярче был, поэтому на 30-м, да. Так, ну, где тут светлая сторона? Вот тут все деревья загородили, ничего не видно. Ну, да, вот. По мне так похоже, а хвост они еще так раскрасили, так его сделали. Теперь он реально как хвост крокодила выглядит. Ну, или варана, по крайней мере. Больше, конечно, на крокодила похоже. Так, ну вот голова у нас вот такой формы. Ой, форма, говорю, цвета, окрас. Ну, особо-то не примечательный нижний челюсть красная, верхняя такая белая с черным, и все. Да, жалко, тут никого поубивать нельзя, тут живности никакой нет у нас, к сожалению. Ну, да, тут генератор обоев реально, для рабочего стола. Так, ну, вот остался последний скин. Ну, и для любителей альбиносов, напоследок, вот у нас такой скин спинозавра альбиноса. То есть, там какие-то чешуйки, там что-то такое-то видно, конечно, а в целом он просто белый. А нижняя часть, там вот шеи, живота, она у него красная, красноватая такая. Глаза, к сожалению, я не вижу, они должны быть тоже, ну да, красный зрачок вроде, розовенький такой, да, я вижу. Ну, в целом, вот такой вот тенечек, смотрите, как падает, это классно. Все, тут игра продуманная, вот именно, что не продумано, это то, что вот когда спинозавр заходит в воду, он не должен идти по дну, он должен начинать плыть. Если бы сейчас так было, это было бы просто чума, реально. Играть за спинозавра, который, блин, плавать тут как крокодил, это вообще, это было бы просто изумительно. Но, я думаю, в будущем добавят, это все-таки спинозавр. Без этого никак. Еще бы побольше живности, знаете, ботов. То есть, какие-нибудь, я не знаю, блин, ну мелкие какие-нибудь динозавры, за которых поиграть нельзя. Бегали бы тут, не знаю, чтобы на них мог охотиться любой. Не обязательно убивать живого игрока, именно на него мог бы охотиться любой динозавр, там, вот. Также в воде там какую-нибудь рыбу добавить, не знаю, птерозавров каких-нибудь мелких, чтобы летали. Просто, чтобы, ну, мир был более живой. Это понятно, что это не открытый мир, как бы, ну, где все такое живое, как бы, просто именно приходите поиграть, как, игрок против игрока, но все равно это было бы, круто бы смотрелось, да, еще в воде крокодила бы добавить там всякие. Вот. Ну, на этом видео можно закончить, скины, как бы, у нас уже все, нету скинов, всего 5 было. Просьба под видео написать, какой скин вам больше всего понравился, кто состоит в группе, я сделаю опрос. А для тех, кто не состоит, вступайте, ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус, всем всего хорошего, до скорых встреч, и всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»